Далее мы уже плавно переходим к тому периоду, который принято называть советским. Шоринский завод работал. Вообще мы уже неоднократно говорили, мы здесь все люди свои. Самый больной вопрос для тех, кто любит горховец, кто его знает, это, конечно, очень больной вопрос с заводом связан. С его гибелью. Вот как раз первая конференция у нас проходила в год 20-летия прекращения существования завода. В 1996 году мой супруг, который имел несколько специальностей, связанных с судостроением, ушел в бессрочный отпуск. Без содержания. И с того момента завод, практически большая часть людей, да, остались без работы, и мы все это прекрасно понимаем. Ну и естественно, что у большей части наших семей с заводом связана судьба. И я прошу выступить с кратким описанием жизни и судьбы семьи Розовых Гагарину Ирину Михайловну, уравнен специалиста канцелярии средней школы номер один. Когда мне предложили принять участие в конференции, я была удивлена, какое отношение у моей семьи имеет к Александру Ивановичу Шорину или в развитии города и района. Иван Александровичу, прошу прощения. Но пересмотрев семейные фотоальбомы, я поняла, что судьбы моих близких неотрывно связаны и с судостроительным заводом, и с развитием города. Все мои родственники по папиной линии, по маминой работали на судостроительном заводе. Ну и по мере своих сил и возможностей участвовали в жизни города. Мой рассказ основан по большей части на воспоминаниях мамы и бабушки, нескольких семейных фотографиях и газетных вырезках. Никаких специальных поисков я не вела. Я расскажу о самых близких по времени ко мне людях, это дедушка, бабушка и мама. Итак, семья Розовых. Николай Александрович и Антонина Васильевна. Николай Розов представитель древнего роза Рябушинских Розовых. К роду Рябушинских принадлежала его мать. Пелагея Петровна. Кузичеву в девичестве. Замуж она вышла убегом замстерского богомаза Розова Александра Ивановича. Фамилия Розов, не совсем привычная для русского человека, появилась по прихоти крепостного крестьянина, который при отмене крепостного права записался под фамилию Розов. Этот факт в свое время раскопал один из родственников по линии деда. Но, к сожалению, все его наработки, переписки с архивами, выписки из церковных книг утеряны. В браке Пелагея и Александр нажили пятерых детей. Старший Михаил получил высшее образование. Он уехал на Дальний Восток строить новый город. Комсомоль на море. Начинал с палаток. Затем работал на заводе главным инженером. Старшая сестер Клавдия, комсомолка 20-х годов. Она известна нашей семье тем, что отвоевала самый лучший в то время дом для детей. Это дом Морозовых. После установления режима першевиков там хотели разместить местную власть. Но Клавдия, помня лозунг «Всё лучшее детям», отвоевала этот дом и добилась размещения в Другемского приюта. Затем, когда дети подросли, в этом доме был размещен детский сад, который просуществовал практически до наших дней. Пелагея Петровна была из семьи староверов. И поэтому своих детей и внуков она воспитывала в строгости. Очень часто моя мама вспоминала бабушкин сунгучок, в котором та хранила личные вкусности. И когда семья садилась пить чай, бабушка доставала из сунгучка кусковой сахар и специальными щипчиками раскалывала этот кусок сахара на маленькие крошечные кусочки. Сама она могла выпить с этим крошечным кусочком сахара несколько стаканов чая. Дети же мгновенно проглатывали свою порцию и просили ещё кусочек. Но бабушка была неумолима. Мама частенько таскала сахарок из бабушкин сунгучка. Мой дед Николай Розов родился в 1915 году в городе Полотняный завод. Окончил 4 класса в городе Балакове. После переезда в Гороховец он учился в школе ФЗУ при Гороховецкой судоверке. И всю жизнь проработал на судостроительном заводе машинистом. За свой труд в 1950 году он получил знак «Отличник Минстрансмаша». Отличник Минстрансмаша. Однажды деда наградили личным портретом за счёт завода. Даже во время Великой Отечественной войны дед работал на заводе. За труд во время войны он награждён в 1946 году. И далее. За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но в жизни любого человека есть место и для любимого увлечения. Для моего деда это духовой оркестр. Эту любовь он пронес через всю жизнь. С детства Коля очень любил музыку и мог уйти за духовым оркестром куда угодно. Когда ему было 15 лет, он исчез из дома. И Пелагея Петровна с ремнём в руках искала его до самого вечера. Она нашла его в роще, спящем под скамейкой для музыкантов. После этого Коля ел стоя две недели. Но он был упорным человеком. Выучился игре на баритоне и всю жизнь играл в духовом оркестре в клубе имени Ленина Суспроительного Завода. Все мероприятия, праздники, демонстрации и даже похороны тех лет проходили под звуки духового оркестра. Были и просто выступления в сквере для всех жителей города. А в выходной день в роще на летней эстраде под звуки вальса, танго или мазурки танцевала молодежь. Бабушка, провожая деда на танцульке, давала ему пятачок и всегда говорила одну и ту же фразу. Смотри, там не напейся. Дома до сих пор хранится штука баритона деда, а также многочисленные грамоты. Дед ушел из жизни очень рано, в 59 лет. Оставив бабушку вдовой в 52 года. Бабушка Розова Антонина Васильевна, в величестве Рыжова, родилась в 1922 году. Окончила Везняковское педагогическое училище. Но учительствовала она недолго. Война внесла свою лепту в судьбу Антонина. Она работала в пекарне, на стратегически важном объекте для войны. После изматывающей смены она помогала в госпитале, делала перевязки, стирала бинты. С 1949 года бабушка работала маляром на заводе. После закладки судна нужно прокрасить металлические переборки между днищами. И в это узкое пространство могли влезть только хрусткие девушки. Судьба и тут сыграла с бабушкой злую шутку. В 1964 году на судне вспыхнул пожар. Она выбралась самостоятельно. Но получила обширные ожоги. И до конца ее жизни на ногах были отметены в виде носочек. После пожара Антонина Васильевна перешла в посылку в пошивочный цех. Работала парусником. Парустина – это обычный брезент, из которого шили чехлы на станки и некоторое оборудование. За добросовестный труд Антонину Васильевну избрали бригадиром. Под ее руководством бригада парусников неоднократно становилась победителем социалистических соревнований. А когда на завод приходила молодежь, Антонина Васильевна всегда становилась наставницей. Она с терпением и пониманием относилась к первым неумелым шагам своих водопечений. За долголетний труд в 1978 году была удостоена медали «Ветеран труда». Ее имя занесено в почетную книгу судостроительного завода. Портреты бабушки и дедушки были размещены на заводской доске почета. В браке Николая и Антонина вырастили и воспитали троих детей. Эльвира, дочь от первого брата Николая, Светлана и Сергей. Все дети получили образование и впоследствии работали на судостроительном заводе. Моя мама, боровка Светлана Николаевна, родилась в 1947 году. Окончила наш Гороховецкий вечерний техникум. Свою трудовую деятельность на заводе начинала хлораторщицей в кислородной станции 8-го цеха. Затем работала бухгалтером, табельщицей. Была активным участником всех цеховых вечеров и мероприятий. Организовывала для работников завода профсоюзные туристические поездки по всем городам России. Была внештатным экскурсоводом Гороховецкого бюро путешествий. Как консомерская активистка, каждое лето направлялась в дом пионеров для работы с детьми в период летних каникул. Это были уличные отряды. Соревнования, сбор макулатуры, металлолома. Ее отряд всегда первый. На деньги, вырученные от сборов под сырья, она возила свой отряд в Петродворец. Любоват спонтанно. С 1976 года она была депутатом городского совета. В середине 80-х была назначена директором клуба имени Ленина Сугостроительного завода. Под руководством Светланы Николаевны в клубе стали проводиться новые мероприятия. Такие как «Вечер романса», «Первая дискотека для молодежи». Новыми красками заиграли кружки и студии при клубе. Начали ставить спектакли-сказки силами детского драматического кружка. Она не только руководила, но и сама принимала активное участие во всех мероприятиях. Играла на сцене в народном театре. И скажу я, неплохо играла. Все ее образы были яркими, запоминающимися. То она Кулигелия Андреевна, в пьесе Островского «Старый друг, лучше новых двух». То в образе в обманутой жены в последней попытке Михаила Загорного. То Баба Яга на детской сказке или елке. Она всегда активная, увлеченная. Она всех заражала своим энтузиазмом. Использовала все возможности, чтобы осуществить свои идеи и задумки. После работы она тоже не сидела без дела. Но учившись в детстве вязать, она брала спицы и вязала для всей родней шапочки, варежки, костюмчики. В конце своей жизни она обезножила, но не смогла смириться с болезнью. И научилась через интернет-уроки шить кукол. Выставляла их здесь, в Доме народного творчества. Вот вроде бы и вся история о моих близких людях уложилась на трех листах печатного текста. Какой же вклад они внесли в развитие города? На мой взгляд, это были обыкновенные люди, которые жили в свою эпоху, в свое время, занимаясь любимым делом. Но пересматривая все эти фотографии, грамоты, перебирая награды, я могу сказать, да, «Мои предки сделали немало, чтобы город рос и процветал». Спасибо. Я немножко в связи с тем, что у нас вот такие накладки получились, я немножко выбилась из графика. Когда у нас здесь присутствует потомок Шорина, участник нашей первой конференции, Малериновская Ирина Александровна. И я ее хочу так сказать. Спасибо. Чувство просто переуполняется. Поскольку вот эта вот вторая часть конференции, по той информации, которую мы услышали от Владимира Александра Ильича Демина, она как бы является объяснением той тишины, которая была в нашей семье в тот период, когда мы росли и могли расспросить своих родителей, и в том числе свою бабушку, а я являюсь правнучкой Ивана Александровича Шорина, внучкой его младшей дочери Феодосия, о дате рождения Ивана Александровича, поскольку мы знаем только год его рождения, это 1860 год. Но отрадная и огромная благодарность гроховчанам, то, что память о нашем прадеде продолжает жить в сердцах города, и отмечаться, и изучаться то наследие, а я его назову именно так, которое он оставил нам всем. Сегодня уже третья конференция, на которой мы собрались, и проходит она в очень необычный год, который для истории страны является годом памяти многих трагических событий, которые произошли в истории нашей страны и нашей России. И для Ивана Александровича и для нашей семьи это тоже год столетия памяти Ивана Александровича, поскольку он ушел из земной жизни 26 марта 1918 года. И в связи с этим, позвольте, Анжела Анатольевна и Марина Павловна, как бы вы представляете руководство и передадите руководству города Гороховца, поскольку Василий Берлентинович был только на открытии, позвольте мне высказать вот ту мысль желаний, которая у меня, как у потомков Ивана Александровича, есть. И Владимир Александрович сегодня окончательно поставил точку в том вопросе, который дискутировался, чей же этот дом. Хотя действительно наши родственники, и не только Владимир Александрович Демин, что мы сегодня услышали по скайпу, подтвердил, что этот дом принадлежал Ивану Александровичу, и уже Михаилу Ивановичу, перешел только в 1918 году, когда Иван Александрович ушел из земли. Мне кажется, что было бы очень достойно, если бы на этом доме появилась памятная доска, в памяти о том, что это дом Ивана Александровича Шолина. Это было бы началом, если это произойдет, продолжение и дома Морозовых, и дома Сапожникова. Какие-то имеют дома, а какие-то дома не имеют. Они еще, как говорится, вот эти памятные подтверждения не получили. Поэтому, мне кажется, это было бы очень достойно, поскольку конференции, которые были начаты в 2016 году, после того, как был восстановлен памятник Ивану Александровичу, я еще раз выражаю огромнейшую благодарность от всех нас, родных, за проведенную такую работу. Ну и вот как-то вот это вот очень бы хотелось. Учитывая, что регламент сегодня уже у нас превышен, я сегодня хочу до вас, до всех донести то, что мы выросли в словах 26 марта, именно вот ко дням ухода Ивана Александровича. Мы вспоминаем и гордимся прадедом своим, его великими, достойными делами. Сто лет прошло с далекой той поры, как на земле его нет с нами. России честно он и праведно служил, и землякам своим родным во благо. Судостроение новатором он был. Музей открыт в Краховце от Ратна. Спасибо всем, кто бережно хранит и для потомков память возрождает. Достойных становить светло и свято чтит. Историю страны родной не забывай. И вот здесь вот, мне кажется, именно эта памятная доска будет как раз подтверждением и продолжением именно для последующих всех поколений, тех, того долга уважения, который вы, гораховчане, проявляете своим сыновьям. Мне в этом году удалось присутствовать на открытии памятной доски 1 ноября 2018 года в Дармштадте, на родине, где родилась великая княгиня Елизавета Федоровна. Это принцесса Десенская и Дармштадтская. Это великая княгиня супруга Сергея Александровича, великого князя, дядя императора Николая II. И это святая преподобная ученица, великая княгиня Елизавета Федоровна. Вы знаете, какое чувство испытывали мы, присутствующие русские, как говорится, посланники на немецкой земле, вместе с немецкой стороной, вместе с присутствующим чрезвычайным послом Германии на данном мероприятии. И руководители пенсионных организаций Германии, которые расположены в этом доме, выразили все искреннюю благодарность членам императорского православного баллистинского общества, правительству и сторонам, что этот факт отражен и показан, что это пример именно уважения. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, тоже еще один шаг по выковечиванию тех добрых дел, которые садовья Гороховецкие сделали на этой земле. Спасибо вам, низкий поклон. У нас с вами еще доклад «Социальная политика руководства Гороховецкого судостроительного завода в годы советской власти. Все для народа». Ольга Николаевна Пономаренко подготовила достаточно объемные и свое исследование. Пожалуйста. Добрый вечер всем присутствующим в этом зале замечательном. Символично, что мы собираемся уже, вот именно благодаря Анжеле Анатольевне, конечно, ее заслуга в этом прежде всего, она настаивала, чтобы веки, где можно побольше народа собрать там, да, а вот в этом маленьком камерном зале. И вот эта домашняя атмосфера, она наложила отпечаток на всю сегодняшнюю конференцию. И мне, так сказать, было честь завершать сегодняшнюю нашу с вами конференцию. Но так как уже было много докладчиков, и, собственно, нельзя говорить о социализме, даже о социальной политике, не упомянув родоначальников судостроительных заводов. Потому что, собственно, они как бы благотворители и первые, скажем так, социалисты в этом плане. Потому что что такое социальная политика? Слово «социализ» — это латинское слово, в любом словаре вы найдете его объяснение, значит, общественное. Для общества, для людей. Так они тоже для общества, для людей же это тоже делали. Поэтому мы вполне можем говорить о них, как о людях социальной наклонности, да, направленности. Так, доклад у меня достаточно серьезный, обилик, но он изобилует больше всего фотографиями. Когда, значит, я эту тему решила вот разработать, и, ну, к чему я обратилась? Опять же, я хотела сначала архивы. Ну, как историк, мы привыкли к фундаментарной работе, нам нужны данные. И что оказалось? Оказалось, что архив строительства завода благополучно утонул. Ничего у нас нет. И что теперь делать? Осталось пойти по людям. И вот наши люди, Горковец, уникальные, удивительные. Они очень доброжелательные. Они не просто мне дали фотографии, они меня в дом пригласили, чаем напали. То есть мы по три-четыре часа беседовали, и огромный, конечно, фотографий мне отдавали даже так. В общем, на совсем. Вот. Ну, я не знаю, где эти архивы теперь будут хранить. Это был хранитель архивов, мы уже теперь получаем. Вот. Но, тем не менее, значит, надо было как-то систематизировать. Ну, потому что люди путались в датах. Люди разные говорили, ну, какие-то вот... А, вот где-то там какой-то другой вот этот. А мне же, как опять и стоит, надо точную дату. Как же быть-то? Вот надо как-то сопоставлять данные, значит, и делать выводы соответствующие. Ну, и вот, так сказать, я пошла, как говорят, о повод яйца. От того, что, значит, мы сейчас, значит, наблюдаем. Ну, естественно, я пользовалась и готовой фотографией из альбома, который Антона Кудинов, вот, шикарный книгу, альбом там они сдали. И поэтому переснимала своим фотоаппаратом. Александра Федоровича Скрыникова я там пользовалась фотографией, он там в интернете. Гарина, Галина Михайловна у нас тоже владает большим фотоархивом. Мы, значит, с ней переписывались, и я тоже, значит, брала ее снимки. Я пошла в семью Солодухиных, вышла в жениру-то, да, вот, только сидела здесь. Значит, к ее маме здесь она. Да, то есть мы с ними долго беседовали, и мама вспоминала, маме уже 93 года. Где-то что-то у нее уже, с памяти, может, и выпадает. Но эти люди все имеют отношение. Мне очень помогла, ну, Алла Павловна Круглова, знаете, такой, она все кроховецкие. Потому что, когда я стала вот эту тему разрабатывать, это такой пласт, товарищи. Это пласт, потому что завод был не просто, там был градообразующий предприятие. А что за этим? Градообразующий город, что ли, он построил? В принципе, да. Вот нижняя часть города построена субстроительным заводом. Можно смело говорить об этом. Так ведь? Вот. И когда, значит, опять же, мне хотелось узнать цифры. Я пошла к Гарине Васильевне, значит, господи, с Алыгиной. Она была финансистом, задумала, она, наверное, все цифры в голове. Гарина Васильевна, выручай, она. А я что, помню, что ли? А я не помню. Я говорю, ну, здрасте, ну, как же так? Она, ну, вот могу что-то вспомнить. Вот Марголис был хороший директор. Вот там Перетокин был последний директор. То есть вот такие какие-то факты разрозненные, собрать надо было опять в кучу. Вот. Но то, что завод сделал для города, это просто неоценимо. Вот мы сегодня только начинаем понимать. Спустя годы, и пройдут еще немало лет, прежде чем мы наконец-то осознаем, доказать, что мы потеряли. Просто потеряли безвозвратно. Вот. И потеряли и людей, соответственно, династии Карабеллов потеряли, потеряли традиции. Такие мощные традиции были потеряны. Ну, будем надеяться, молиться всем миром, что, возможно, наш город еще начнет какую-то новую жизнь. Не только туризм у нас будет. Вот сейчас, на данный момент, мы пытаемся, да, вот что-то говорить, потому что наш туризм. Это на сегодня какая-то панацея такая, зыбкая, да. Потому что они могут быть, могут и не быть. Мы не можем насильно туда вот так вот затаскивать люди. А завод работал стабильно, он давал доход городу приносит. И какие огромные средства тратились на людей. И вот, значит, ну, начиная вот, если с Семеновича, да, то есть, ну, уже тут вот есть представитель рода Семеновича, он меня тут в соотокладчиках числится, да, Александр Васильевич? Я по заводу, по бумаге, я не буду. Вот, понятно, дело, потому что я тоже не буду. Я по людям. И вот, значит, то есть, от чего мы исходим? То, что, вот немножко, если не сможем спуститься, да, так, ну, вот известные фотографии, да, которые все, в принципе, уже знают, потому что они у нас уже теперь распечатаны. Мы теперь можем, благодаря вот новой технике всему этому, это популяризировать как-то. И действительно нужно вот эти, правильно сказали, таблички на эти дома, на тот же банк, который Семенович построил, оставил городу в наследство. Эту же табличку повесить, да, то есть вообще наши старые здания надо все обозначить. Не только 17-й век, понятно, да, но и то, что мы имеем, вот эти же купеческие дома, которые по Ленину у нас, вот, и тут амфилады этих домов, вот, обязательно, потому что даже туристы, приезжающие, не могут, ну, которые вот в понедельник приехали. Не работает у нас там никто, ни турцентр не работает, ни, это, сколько таких уже было, вот, шальных туристов, которые вот ходят, вытрущив глаза, а им хочется что-то узнать. И так все началось, значит, в нашем плане здесь вот благотворительность, это теперь называют меценатство. Вот я считаю, что Семенович, то есть первый его, значит, металлический завод на том берегу Клязин, да, уже дал работу, уже хорошо, то есть уже люди получили, какие-то деньги стали получать. Дальше больше, да, значит, дальше пошли мы поделимся. Значит, вот этот самый замечательный дом, который сейчас у нас в активной реставрации находится, и надеемся, что он когда-нибудь уже, наконец-то покажет на второй этаж, а то мы только пока первый вызреваем. Так что, не так? Не скоро. Не скоро? Это как, лет пять, что ли, ждать? Может быть больше? Ну, там это тоже классный счет, потому что здание требует капитальнейшего ремонта, вот, и то, что у нас выстречный зал, там уже пятый раз подряд представлено, хотя бы ладно, вот, ну, второй этаж очень богатый, и стоит его уже восстановить, на самом деле, в первозданной красоте. Да, ну, унитазное здание поражает размахом, оно выделяется из всех наших краснокариновых зданий, да, в городе, вот, прежде вот этой фигурностью, круглыми вот углами, так называемыми, как не углы уже, да, вот, богато декорировано, с одним кирпичом, с одним цветом работали, да, посмотрите, как он нарядный, смотрится это здание, а какая красивая крыша, какие, то есть вот эту красоту он подарил нашему городу. Вот это вот не ко мне вопрос, про подвал, это вот, наверное, вот, скорее всего, отменяется, наверное, я думаю, если уж для подрения, может быть, ну, может, потом вопрос, техническая зона, техническая, там еще, наверное, что-то есть, тайны, я думаю, для нас, и все нам еще можно, и все рассекретили, да, еще не все рассекретили, да, дождите, дойдем мы до этого, и до золотых рублей на основании, наверное, докопаемся, вот, Вот, так вот, действительно, здание привлекает внимание сразу, в свою вот, к этой вот такой, ну, красотой, невыкновенной каменной, такая, вроде бы, и вот нацвет, но какая кладка, даже, вот, турист обращает внимание, как у вас красиво с сложностью, то есть вот прямо не приделись. Дальше, ну, и вот, значит, ну, я предположительно, на том берегу просто нет настоящих фотографий, я уж поэтому брала такие фотографии, которые нам хотя бы намеком дают понять, где это находилось, да, производство, вот. Вот, он уже начал, Семенович, частично переводить завод на правый берег Клязьба, но не успел, завод был вынужден продать, ну, тут они проднились с Шоринами заодно, и, в общем, никак, можно сказать, даже семейный бизнес какой был на первой паре, вот, а потом уже дальше можно. Да, как бы просто те фотографии, которые мы можем, не все, может быть, увидеть, обозреть, а здесь я их как-то в кучу постоянно постаралась собрать. Ну, уже о Шорине сегодня столько сказано, что все уже про него известно, и мы дальше, значит, сможем только еще, еще, вот, значит, ну, тоже, вот, фотография прямо вот она здесь находится, Шаванде, вот это здание завод управления, которое тоже требует сейчас, я думаю, к себе пристанимать, то есть я вот на этом застряю, даже, внимание, вот, потому что оно уже практически нарушил, разрушено, а здание столичное, вот, это как-то контора завода Шоринах, на набережной стоит деревянный дом, он действительно нуждается в капитальной ремонте. Будут его ремонтировать, не знаю, но хотелось бы увидеть его в реставрационном варианте, вот, потом, значит, опять же, он косвенно, значит, способствовал улучшению жилищной ситуации в городе, потому что там потом жили горожане, он был просто уже городскими квартирами, этот дом впоследствии, вот, и вот, смотрите, какая интересная, тенденция, я хочу, как бы, подвести тоже итог, вот, работа деятельности Шоринах, всего 15 лет, вы задумывались, вот, мы сегодня говорим о столетии, со дня смерти, да, да, сто лет назад не стало Ивана Александровича, но, а расстояние-то, всего 15 лет, посмотрите, а какой класс он смог организовать такое производство, которое потом стало градообразующим, вот, но имя его будет навсегда вписано, я думаю, в историю нашего города, и наша задача на сегодняшний день, чтобы вот этот век его, на сегодняшний момент, да, который он прошел с его смерти, а все-то он прожил 58 лет, вот мне сейчас столько, да, и думаю, господи, а я еще ничего не успела, а он жил он сколько, вот, я еще не могу, что и впереди, вот, ну, и вот, поэтому, да, хотелось бы поговорить, вот то, что он уже, значит, подарил еще город, да, это, вы все узнаете, это здание, все местные, да, что это у нас сейчас, это Дурсава, на самом деле это был, ну, лазарет для воинов, значит, для солдат, для раненых, вот, которые, значит, проходили здесь лечение, вот, он содержал этот лазарет полностью, так, и, в общем-то, это уже тоже благотворительность, и это тоже решение социальной какой-то задачи, дальше, вот, проговорили сегодня про молильные дома, когда я в жиле, значит, Анатолий позвонил, Гранжа Анатолий, а что с домами-то, что с этим, она говорит, да, ничего нет уже, ни школы, он школу построил, да, выездил, все знают, на 100 мест, он, значит, этот молильный дом, ни школы, ни дома нет, я начала копать, она мне говорит, да, посмотрю поморок, вот я нашла все это в поморок, вот это, конечно, не так, она говорит, ну, они вроде как по образу и подобию молильные дома могли выглядеть и таким образом, вот, то есть то, что могло остаться, но, если он, она говорит, был деревянный, я уже теперь на нее ссылаюсь, да, то, скорее всего, его приспособили под какую-то излучитанию, там, куда что-то, а он был каменным, есть такое вариант, да, потому что, а камеры собрались? Основание, мать еще, вот, основание каменной, ну, это фундамент, возможно, конечно, фундамент, вот, а может быть, он и был деревянный, сгорел, то есть, ну, хотя время-то прошло совсем немного, ну, почему же мы его потеряли, вот, потеряли, нет, теперь ни дома, ни школа, самовековый, ни народ, люди знают, люди помнят, да, и благодарны за все его благотворительность, знаете, был бы плохой человек, его бы не несли на руках от завода до кладбища, да, и не гудел бы гудок все это время, и это было постановление комитета рабочего уже, то есть, в то время уже, да, 18-й год, я тоже хочу на это обратить внимание, 17-й год, то есть, это еще, вот, непонятно, что тут в стране, у нас еще, и будет ли еще советская власть, это уцелеет ли, но, тем не менее, посмотрите, какое было уважение оказано этому человеку, вот, насколько он был велик в своих делах, ну, вот, ну, и потом, конечно, корни-то его нам известно, так, ну, все тоже вот про этот дом говорили, да, ну, опять же, посмотрите, как получается, этот дом, в котором мы находимся, стал школой, опять для блага народа, все для блага народа, я так написала, все для блага народа, вот, этот дом стал детским садом, да, сейчас там у нас уже еще и музей добавок, опять мы используем не для чьих-то личных нужд, они не стали чьими-то собственностью, и это может быть и хорошо, есть наследники, и спасибо им, что они не претендуют, потому что они вполне, по сегодняшним законам, могли бы и претендовать, и отсудить, и забрать себе, вот, обратно вернуть свою собственность, как бы по нашим законам, но, тем не менее, мы видим, что это как и работает на город, это опять работает на нас с вами, то есть их вклад в социальную политику нашего города очевиден, ну, можно дальше, так, ну, вот наш шикарный дом, естественно, замечательный шеф, привозящий просто в восторг, и так, ну, а вот теперь, значит, у нас, что дальше было, значит, ну, вот, взяли власть, а что с заводом делать, не поняли, да, то есть завод, как бы в том масштабе, не мог уже работать, каким он был при Шурине, вот, поэтому резко, значит, сокращается количество рабочих, вот, ходники, мы уже эту тему рассматривали, уходили туда, где платили деньги, здесь было все очень плохо, было очень плохо, вот, ну, значит, и тем не менее, значит, пошли, прошения начали посылать, чтобы завод все-таки, как бы, продолжил, чтобы это дышало предприятие, чтобы хоть какая-то работа у людей была, нет работы, нет денег, нет денег, нет еды, нет еды, ну, все понятно, да, вот, и вот начинается, значит, все-таки было получено это разрешение, возобновился в строительстве 25-го года, вот к тому времени, значит, фотографии тоже взяты именно из одного источника, лесопилка, она нужна была еще и для того, не только, значит, на суда требовалось лес, но еще и для отопления, естественно, вообще надо отметить, что к тому времени на заводе уже появляется электростанция, она была одна, единственная, на весь город, не только завод сложал электричеством, но и весь поселок, значит, весь город, и для нее нужны были дрова, для нее уже был какой-то материал, то есть это надо было все их добывать, из леса перевозить и так далее, вот, ну, рабочее количество уже почти до 500, ну, вот, такое фото тоже, может быть, многие уже видели, так выглядел завод в эти 20-е, там, 30-е годы, ну, вообще ничего общего с тем, что мы потом с вами уже кто-то рабочий на этом заводе знают, и видит, вот, здесь вот сфизуальный человек, который там работал, она говорит, господи, неужели такой был у нас завод когда, то есть она увидела завод в полном расцвете, и вот видите, это, ну, что дальше, от разрухи пришли опять к разрухе, ну, вот, значит, тоже фотографию, которую я взяла у Николая Ивановича Андреева, которая, значит, запечатлела фото 20-х годов, когда рабочие сдавали, значит, очередную какую-то, вот, на судоверфи, да, баржу, и вот на фоне, то есть баржа-то совсем не видать, ну, вот уже сколько рабочих мы здесь наблюдаем, да, уже достаточно, ну, солидная такая команда, и, в общем-то, люди среднего возраста, не очень пожилые, скажем так, молодежь в основном работала, вот, ну, а здесь вот интерес, даже можно вернуться обратно, тоже, значит, вот такая небольшая заметка была в газете, нет, там еще чуть-чуть подальше, вот это, да, значит, заметка из газеты «Призыв» за 23-й год, что рабочие нашего завода, значит, для котельного строительного будут отчислять 1% зарплаты и выступают в Общество друзей воздуха флота, ну, и, мало того, еще двухдневный заработок порешили отчислять и тоже вступить в члены Общества друзей воздуха флота, ну, время нам диктовало свои какие-то условия, поэтому друзья воздуха флота, они, ну, нужны, наверное, это было постановление, скорее всего, правительство, не так же они добровольно от этого отказывают свои зарплаты, так было надо, надо было поднимать страну из разрухи, нужны были новые, вот, а тем более завод практически уже становится там на полувоенном положении, вот, и вот, значит, в эти же годы начинает развиваться Сокольское движение, Сокольское, Сокольское, скорее всего, правильное здоровение, это я в свое время была лично знакома с их графом Михайловичем Алексеевым, если кто-то из старших помнит этого человека, да, вот, он прожил достаточно тоже долгую жизнь, он был, ну, занимался спортом в свое время, вот, и пришлось написать работу в свое время, покровительную, то есть как спорт развивался в горховце, так Сокольское завод непосредственно к этому отношению не был, потому что первые команды спортивные, они были, состояли из непростых людей, там были, так вот вспоминал инфограф, значит, там были представители, ну, местного мещанства, тварянства и так далее, вот, он по фамилиям, по именам всех перечисляет, а потом, значит, образовалось, вот, общество ЕСО, ЕСО, ну, это это единое советское общество спортивное, в которое уже, значит, строительный завод, они свою команду создали, победили буржуев, как говорится, и у них образовалось единое, даже мячей тогда не было, как вот он пишет, нормальным, их делали из бычных бузыря, надували, забивали тряпками, сверху обшивали буренищем сокожным, вот, и такие примитивные мячи были, вот, потом, ну, всякое разное, но вот эта фотография, вот, посмотрите, то есть, детские сады, вот, мы начинаем говорить о том, что, значит, родители имели возможность отвезти ребенка в детский сад, когда мы смотрим фильм «Подхидыш», ну, и подобные, да, как там все замечательно, такие чистенькие детки, аккуратные, там, Фаина Раневского, я сразу вспоминаю, да, с Емули, нервирую меня, вот, а тут, посмотрите, как выглядели дети в 30-е годы, вот, вот, именно, посмотрите, на эти, ну, вообще, можно сказать, никакая одежда, в какие-то грубые солдатские кирзовые сапоги, эта фотография у меня бабушки досталась, она у меня была заведующая детским садом, вот, в те годы, в 30-е годы, никто и не знал, она мне рассказала, следующую фотографию тоже можно посмотреть, да, вот она сидит сама, в середине, в центре, рядом мой отец, одеты, единственный одетый ребенок, это мой отец, вот, даже, например, бабушка вспоминала, что, как детям дали макароны, они не могли их есть, потому что, думают, что это червяки, не понимают, что это такое блюдо, да, то есть, вот так вот жили тогда, и что было потом, для сравнения, пошлите дальше, да, вот, ну, в Отечественную войну, а завод выпускал, понятно, делал, вот, всякую военную продукцию, было тяжелое время для всех, задерживаться пока, вот, и тогда, значит, тем не менее, завод был в очень плачевном состоянии, когда он читал у Николая Ивановича, он с воспоминаний там разных, вот, тоже людей, потому что все только на них основано теперь, вот, пишет, что, ну, была у них своя при заводе, как называется это, ну, не овощебаза, скажем так, подсобное хозяйство, женщины там в основном работали, потому что мужчины здесь на фронте, и они в цехах работали, валили горячий суп, но иногда даже не доставалось всем этой еды, и люди просто давали кипяток один, вот, работал целый день, а ну, кипяток, больше ничего, вот, это жутко, и вот, какая там уже социальная политика, скажете, да, в годы войны, тем не менее, была спортивная команда, и вот они про спорт не забывали никогда, то есть вот это вот силу духа укрепляли, то есть завод в этом как мог, так и помогал. Ну, то, что вот сейчас, это современный уже вид в проходной завода, многие это узнают, что завод у нас сейчас в таком плачевном состоянии, мы с Александром Федоровичем однажды решили снять такой фильм, вот, я была в ужасе вообще, потому что я никогда не была устроена завода, потому что у меня все родственники на запятую работали, я там жила, а вот, знаете, для меня было что-то таким-то гигантом каким-то, вот, и когда мы с ним прошли по территории, увидев эту разрубу, шутку и страшную, вот, честно сказать, я даже слов у меня не было, он тут что-то комментировал, а я просто ходила, молчала, так смотрела, как можно было вот это все разрушить, вот, ну, а что было дальше, а после военной восстановления народного хозяйства, и в 47-м году, чуть повыше, значит, он получает, нет, дальше, дальше, остановись, вот, грамоты, значит, получает министерство тяжелопромышленности, ну, вот это помнит, наверное, народ, стоянок, значит, народ уже обживается, да, уже появляются и мотоциклы, велосипеды, мопеды, стоянку организовали, около завода для людей делают, остановка автобусная, я помню, только в заводе была, людей развозили, рисовать, собирали, завода много начинает потихонечку вот это все делать. Так, дальше, значит, и строятся дома для, значит, наших граждан, все это вы знаете, двухэтажные, выделялись суды для тех, кто хотел частный дом построить, деньги давали, ну, да, платили тем, кто не мог получить жилье, им, значит, выдавали, платили, вернее, оплачивали ему жилье съемное, причем, значит, если ты рабочий, то 100%, а если это это, то 50%, то есть поощрялось, в общем-то, рабочий класс, прежде всего. Ну и дальше будет много фотографий, это ресторан тут старый, то есть я старалась собрать старый, могла и новый поставить. Вот тут самый детский сад, номер два, номер один, это вот был Морозовский дом, так называемый, вот коллективы, значит, тех времен, 50-е годы, вот так выглядел двор, кто-то помнит, да, садик номер один, вот, и с детьми, и без детей. Большую информацию мне уздала, значит, Лидия Георгиевна Солодухина, она тоже работала в детском садике номер два, вот, сохранились тоже фото детей, тех и нет, у нее очень много фотографий, вот, ну и это вот ее воспоминания я просто здесь привела в пример, но такая интересная фотография, здесь даже моя родственница на этой фотографии есть в детстве, вот, были дачи у детских садов, вот, я уже это время не застала, ну, большое внимание уделялось оздоровительной программе, и дети, значит, спали, вот, я-то помню, в зимом саде, но уже позже, мы спали в мешках, спали зимой на верандах, а они летом на верандах спали, на столы накрывали на верандах, какое было питание, все завод, вот, все буквально, все финансировано было за счет завода, красное питание, вот, дочери Солодухиной вспоминали, что им давали горячий шоколад, вот, даже сейчас у нас усадить, по-моему, не дают, и какие-то муссы взбитые, и крахмальные скатерти, и сервировка на столе, все, огромные средства выделял завод на содержание детских садов, зарплату воспитатели получали, персонал тоже там, а выходные, прогулки, большие праздники, особенно заводские праздники, именно с устроительного завода, значит, построены клуб Ленина, кинотеатр Ракета и Новый Баня, ну, вот, даже социального, объекта социальной значимости, тоже построены на средства завода, это я говорю для тех, кто у нас здесь иногороднее, потому что Краховецкий все это прекрасно знают, и могут меня дополнять еще много-много раз, и так, в принципе, это все дальше можно прокрутить, вот, ну, это вот лыжный соревновательный, просто пересмотрим фотографии, вот, лыжное соревнование, значит, так мы увидели завод, заводской, да, вот, в одном человеке, я только хотела немножко, поверьте, пока прокручить, это клуб Ленина, и так далее, человек, который внес в огромный вклад, он тоже был работник завода, звали его, все его, так, вот это, кстати, уникальная фотография, мне видала Салыгина, это она, она утверждает, что первый лагерь субостроительного завода находился на высокой гриве, за рифой, и вот эта фотография того времени, вы представляете, вот это уникальная, да, вот фотография, даже есть такая фотография, потом Быстрицы, многие там были на этих Быстрицах, да, потом уже лагерь Чайка, причем, можно листать, вот, причем, значит, первые палатки, ну, это вот Быстрицы, соответственно, да, вот Александр Федорович, ваша фотография, ну, вот, я помню, купала в Самаре, раз там была, и то, ну, пора не помудрилась, вот, теперь, значит, дальше посмотрим, вот это вот праздник тоже, старые фотографии, весь берег был усыпан, да, потому что проходило все интересное на реке, вот, Маргулис на теплоходе там каком-то, в Белом Ките, так вспоминают, очевидцы, я этого не могу помнить, и вот это был такой, действительно, парад, вот, настоящий день военно-морского флота проходил с большой бомбой, как бы мы сейчас сказали, ну, вот, старые фотографии, вот, ну, а то, что работники завода получали путевки в разные города, тоже завод оплачивал, бесплатно путевки были в основном, или за очень небольшие деньги, путешествовали по стране, и за границу очень многие успели съездить в тот период, вот, ну, и, дальше, дальше, и еще мне хотелось маленькую, да, вот, Сандружина, тоже были такие, помните, мероприятия проходили, да, вот, завод построил еще вот ПТУ, значит, здание тоже мы его теперь знаем как колледж, это последнее общежитие, причем те первые, которые жильцы, вспоминают, что там было замечательно, и вот этот человек, значит, теперь поняли, как, как я хочу два слова сказать, это Виктор, Михаил, что он, вот, значит, Жуков, его имя, Федорович, да, прошу прощения, да уж, Виктор Федорович Жуков, вот, лично мне дал фотографии, вот, даже нет, есть его ходатайство, чтобы ему присвоили с вами почетный гражданин, и он много чего сделал для именно становления спорта Горковецкого, вот, благодаря его стараниям, и ФОК вытребовал, и, значит, построили, и корты для, значит, игры, он считает, он говорит, что это он, он стал родоначальником хоккейного движения в нашем городе, вот, ну, заслушанный теперь ФОК, мы с его имя, и еще он жалел очень, что не успел построить бассейн, это наша творечная мечта, вот, потому что уже даже были фермы сделаны для бассейна, уже за ФОКом эти вот стоят, но началась конверсия, и все, и все рухнуло, и завод уже не потянул эти, значит, гражданин, причем ФОК-то строился методом народной стройки, выходные дни, где ходили, вот, просто бесплатно, работали, строили для себя, завод спонсировал, давал материалы, соответственно, и все остальное, вот, лагерь «Чайка» потом, через какой-то период времени, значит, становится площадкой для друзей наших, ищи и словаки, пожалуйста, там есть несколько фотографий просто, мне очень трудно их пришлось, кстати, доставать, вот, кого-нибудь прошел, был в Чайковаке, был, а фотографии, нет фотографий, и нашел, знаете, один человек, мне его, вот, так сказали, да, Людмила Петровна Михайлова, ну, это тут можно уже, да, пропускать, которая была там в качестве, значит, сопровождающего, вот, и, ну, это все понятно, какие фотографии, вот, это вот первая палатка «Чайки», мы там жили, я сама там жила, даже тут вот на фотографии есть, это был первый год, 71-й год, вот, значит, они жили в этом лагере, вот такая есть открыточка сохранилась у нее, ну, а дальше будут фотографии, то есть обмен детьми, значит, чехи к нам приезжали, наши в Чехословакию, за 10 лет, все-таки 200 наших детей смогли побывать в Чехословакии, вот, поэтому, огромная, конечно, фотография Алла Павловна предоставила, она работала и в Чешской земле, и в Ассене с достроительного завода, который сейчас вообще в запустении уже никакого, вот, вот все, что можно рассказывать долго, то есть, то есть, завод, его влияние на именно социальную атмосферу атмосферу в нашем городе. Ну, спорту внимательно делилось у нас действительно большое, несмотря на то, что наша спортшкола размещалась в церковном здании, значит, церкви всех, в воскресенье Христова, вот, в конце ее, значит, ее, сам скажу, топогей, славы этого, этой спортшколы, был дворец «Спорт-Олинг», находящийся в церковном здании, вот, но, тем не менее, я о чем хочу сказать в конце, значит, уже все понятно, что без завода наша жизнь в городе стала совершенно другая. Не скажу, что она совсем пресная, нет, у нас действительно есть куда сходить, что показать, вот, но нет работы для тех, кто хочет здесь остаться и надолго, вот, это очень печально, вот, ну, хотелось бы все-таки на хорошей ноте закончить, я прям в голове фраза из стихотворения Маяковского, «Я знаю, город будет, я знаю, что будут свести, когда такие люди в стране советской есть». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сказано все, признательно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Время уже позднее. Вот, вы знаете, у меня, что называется, нет слов. Ну, в хорошем смысле. Вы знаете, вот мне, когда я задалась вот этой целью, что должна быть конференция в этом году, вот она должна быть. Не многие говорят, а зачем? Ну, нет завода, нет завода, зачем? Это же больно. Это же многим больно. Ну, вот, вот эта атмосфера, которая у нас сегодня здесь была создана, вот это вот добро, наверное, присутствие какой-то сопричастности к чему-то большому, башнему, светлому, оно, наверное, для каждого из нас, ну, по-своему важно, и оно важно для города. И я считаю, что вот для чего надо, да? А тебе зачем? Это мне один товарищ сказал, а тебе это зачем надо? Я говорю, мне, мне это надо. Потому что гордиться славою своих предков, это не я сказала, это сказал Суророва. Это высшая, да, ступень человеческого развития. А мы с вами, нам с вами все есть кем гордиться. Вот всем нашим верховчанам. Вы знаете, у меня был какой-то момент, я работала когда в колледже преподавателем и рассказывала вот о событиях первой русской революции, русско-японской войны. И у меня ребята, ну, это ПТУ, да, это ПТУ, там понятно, какие дети. И вот они там на задней парте что-то шут. А я начинаю им рассказывать о варяге и канонирской лодке корейц. И говорю, Марат, у тебя где отец работал? У тебя где дед работал? На судостроительном заводе. А, завода-то нет. Я говорю, а ты представляешь, что, возможно, вот какие-то из тех судов, да, которые сошли со стапелей в начале 20-го века и принимали участие вот в таких видео, твой дед или прадед клепал вот своими руками. И тишина. А у меня слезы. И я видела сегодня слезы, искренние слезы, людей, которые неравнодушны. А это значит, что наша с вами встреча нужна, что она состоялась. Я очень счастлива, что пришли те люди, которым это важно. Я, наверное, наверное, дай Бог не обидитесь на меня, если мы как-то немножко, наверное, будем завершать. Александр Владимирович, хотелось себя учим послушать. Ну, Александр Владимирович, я не могу не дать слова. Александр Владимирович, есть желание? У него очень много интересной информации. Да мы знаем, мы знаем, конечно, что мы. Ну, давайте, я быстро поставлю. В 1962 году, мне есть повод 16 лет, я закончил 9-й класс нашей школы, который наверху там, получил паспорт гражданиного сцены, с этого момента. Мне прекратилось выпуток пособия за, значит, папу, 16 рублей, когда мне было 3 года, а мама, значит, отца на. приходи на стеночки, давай посиди. Погладывая по голове и сказалось, надумаю, пенсию мы не проживем. Бери паспорт и иди устраиваться на работу на завод у его деда. Пришел я в отдел кадров, постираю Валерию Васильевичу, он посмотрел на меня и сказал, сейчас пока нет для меня работы, прийти через недельку и так я через недельку, через недельку приходил весь июнь до середины июля 1962 года. Но там была такая, значит, я пришел в конце июня 1962 года. Но каждую неделю в отдел кадров приходил еще главный режим. Для того, чтобы посмотреть, соц.контингент приходит устраиваться на работу. и в то время смотрю, вместе постираем, сидит кисель. Александр Эдуардович, он, значит, сам послушал меня, значит, чего, хочу туда. Ну, значит, он меня, говорит, я захожу там неделю, Валерий Васильевич принимает, потому что я не обладаю никакой профессией, ничего, у меня таких сопляков, значит, не надо. Валерий Васильевич подозвал, и сказал ему, значит, он сказал так, вот когда средств на жизнь у них не хватит, для него делаться будет некуда, он пойдет воровать. Его поймают, потому что он не умеет воровать. А он там, значит, на суде скажет, что я был в таком, значит, обстановке, когда, значит, мне нечего было есть, работу меня не принимают, поэтому жизнь у меня, жизнь у него, значит, и он говорит, тогда в этом сне его посадят, допустим, но нам с тобой вечное дело, а мы с тобой партийные работники, запишут, что мы на преступный путь отправили такого-то такого. Ты хочешь такую запись? Угу, не хочу, тогда надо его принимать. И таким образом, я пришел на завод работать, ну, если это сам, я пошел, если работал, в третий цех, в то время там работали с моими друзья уже, у которых были родители уже работали, они, значит, устроили туда. Пришел я, значит, в третий цех, 24 июля 1962 года на завод. Ну, мастер Василий Пантелеич там был, Пашенко, там был два, один, значит, Пашенко, а другой, значит, он, значит, меня взял за руку, стал водить по этим самым бригадам, которые там работают, в этом самом третьем цехе. Приводят к одной бригаде, возьмите, он говорит, мне у нас своих, хватает, приходит, нет, у нас своих хватает, в общем, никто меня не берет, он меня взял, поставит, ну, ты стой, не до тебя, я буду тут наряд закрывать, и все. Ну, я стою, вот так, и Александр Прокофьевич завял, там был, я стою, он так вот, из-под очков, посмотрит, ну-ка, иди в сторону, там у меня свет загородит, опять меня, ты-то мне тут, надоел я ему уже, на мозоли глаза, он, значит, взял, носит, говорит, ну ладно, иди сюда, открывает вот так, верстак, и говорит, дай мне молоток, я ему даю молоток, дай мне зубьё, я ему даю зубьё, он, ага, ну-ка, дай-ка напилик на личную, плоский, дай, напилик, с вами, ну я беру, значит, детали, вот так, взял пять штук деталей, постучал, выровнял их объезд так, дожал в тиски, взял плоский напильник, и начинаю, по этой разметке, опил, вот, вот, у нас был первый год в школе была наша программа с производственным обучением, у нас ходил, значит, вот тот, значит, цех, который был там в завестной группе, и учили, значит, работать с напильниками, значит, здесь есть инструменты, зубьи, с молотком, и всем остальным, у нас вот так, и вот таким образом я попробовал эту бригаду, ну, значит, попутно, тогда, если я поступал, я написал обязательство закончить этот колледж наш, ну, технику, то есть, значит, так сказать, не то, что успешно, но, так сказать, заложил медалью, рассмотреться, ну, в общем, пошел я в техникум, стал учиться, но мне было, конечно, легко учиться, я 9 классов, когда в это время в конце концерта, стал учиться, стал работать, не дожидаясь, когда там этот самый, кончу я этот самый техникум, как раз вот начиналось, мы передали, за что время, значит, не начали строить, эх, кастон-дока для проводки атомных подводных водок, Ну, тот, следующий, в 1963 году, при окраске этого док-пантона, ну, тесон-дока, было жаркое лето, ну, то есть, мы играли тут, вот, вот, в волейбол, переменного, это, значит, был обеденный перерыв был, и вдруг смотрим, там, где, значит, эх, кастон-док стоял, бегут люди из, это самое, из 4-го цеха, бегут, да, то есть, эх, мы тоже бежим, и бегаем, там, ужасную картину, я же вам расскажу это, потому что, ну, мало кто уже помнит это, и мало кто знает. То есть, 6 женщин, маляров, окрашивали кастон-док изнутри, внутри, пульверизатором, было жарко, температура была, там, где-то под 30 градусов, обшивка вся уже нагретая была, хорошо, и в них были, значит, это переносные, осветительные, ну, лампы были, они были, конечно, в таком мощном, значит, самое, стекло не бьющиеся, да, вся решетка, значит, это самое, 34 вольта, неопасное напряжение, и это внутреннее освещение, потому что там все закрыто, значит, нужно им было для того, чтобы распылителями окрашивать все эти, самое, поверхности, все остальное. Ну, им давали, значит, соответственно, электрика, которая обязана была менять, это, перевешивать гирлянды с этим, самым, но у нас же, знаешь, как это, зачем нам ваши электрики, если это напряжение не опасное, мы их сами перевесим, мы возьмем, нам не хватает, мы, значит, ножом обрезаем, значит, скрутим эту медяжку и повесим в другом месте эту лампу, ну, и получилось таким образом, когда они все окрасили, и когда внутри уже отсека была, значит, аэрозоль растворителя, они дышались, как все оказалось, они стали вылезать по трапу, выходить наверх, да, потянули за эту гирлянду, а где-то она была неизолированная, она зацепилась за краешек трапа, искра, немедленно взрыв газовый, и они все, шесть человек, заживо сгорели. Это было шуткой дел, когда мы прибежали, когда я увидел, что берут нас человека и снимают с него спецовку, это вместе с мясом остается только кости, я заплакал и убежал. Я сидел и плакал. Это жуткое дело. Приехала комиссия сразу из Москвы, это я вам трагически, значит, ну, я, потому что, может быть, кто-то уже даже, ну, помнит и знает все же, да. Приехала комиссия из министерства и стал строить мастер-цех, вставай, значит, это сам производитель, который там, это, значит, вставай, там, начальник цеха, вставай, значит, председатель правком, вставай, на том, где Миша Репин был, председатель правком, такой человек хороший, мягкий, никогда он не ругался, ничего, ну, просто, ну, за что его сажать-то? Он говорит, а за что меня сажать, я же правком. Я ему говорю, ты обязан не только путевки в домообдых и конерские лагеря давать, говорит, это самое, работникам завода, но в первую очередь отвечать за их безопасность. Ну, и все, и правильность, и главные инженеры, и начальники цеха, и с в тюрьмой. Так что, вот так я сразу, как только увидел, значит, все, ну, что, дальше, значит, это самое, начали строить новый, третий цех, одиннадцатый цех. Дорогие друзья, мне кажется, наша конференция достигла своей цели. Вы согласны? Да, расходиться не хотят. Расходиться не хотят. Видимо, эта тема, вот, Ивана Александровна Шорина, история нашего города, его роль в истории нашего города, Николай Иванович Андреев, который положил, в конце концов, будем говорить об этом, начало всем нашим креативическим бизнесменам, наверное, она никогда не сняла. Я думаю, что такие встречи подробные можно показать Китаю. Подумать, на какую тему конкретно поговорить. У нас сегодня включилось очень много иступлений, ну, что, наверное, многовато проявленное. Поэтому, вот, мое мнение, продолжить такие диагоглии, на какую-то революческую тему, ну, вообще, да, может, какие-то люди темы еще определить, для наших с вами общинных, и какой-то уровень, какой формат наших взрослых, кто-то смог приезжать по началу, чтобы, сказать, сугубо индивидуально. Поэтому я искренне благодарна, что я вот это узнал. Я искренне благодарна от администрации, говорю спасибо всем тем, кто сегодня откликнулся и принял участие в этой конференции, всем тем, кто пришел послушать эти зарплаты. Я думаю, что они были все интересны, все это, как мы открыли с присутствием. Кто-то для себя открыл что-то новое. Вот для меня речь по открытиям стало. Девен Владимирович Александрович, я никогда не слышу этого. И все становится удобным. Мы искренне благодарны Денису Юрьевичу, потому что он только настойчиво, холодливо. И так, знаете, хорошо, по-хорошему, да, сопровождал техническое сопровождение. Мы благодарны, да, здесь новый человек, который сумел еще пригласить у нас еще. Мы благодарны Светлане Грифановой из города Вязьминка, журналист, который осветит потом все ваши выступления. Кто-то, дети, обязательно пришлет и разместит в социальных сетях. Я знаю, она это всегда делает. Мы благодарны всем тем, кто не веркотворил, отца и нашел время приедем сюда. Мы вам очень признательны. Мы признательны в городе. У него села, ватха Маиды. В общем, все темы. Ну и, конечно же, вот Анжела Натрубе, которая сумела за довольно короткий срок пригласить вас всех, определить вместе с вами темы выступлений. И, скажу, у меня сегодня очень порадует выступление, вот эти участия, вот так хорошо рассказать о своей семье, наверное, не каждый с нас срок. Это не только рассказать, а сам, но и сохранить все. И донести потом, и потом, и потом. Спасибо. Простите нас, пожалуйста, чтобы у нас так немножко не скомкали вступление последнего нашего выступления. Я думаю, что мы сейчас, после того, как мы сделаем при этом процедуру, так сказать, все же у нас тут говорим. Было принято решение организатора не учредить диплом, его учредить в Международный Шоковский фонд Администрации Горковецкого района и Георгия Курокова, Владимир Роджи, и Северный Администрации Горковецкого района. Вот этим дипломом подрождаются все участники нашей сегодняшней конференции. Некоторые из них уже включили, знаете, 850 лет решили. Главные, да. А кроме диктатива, да, 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 это будет удобно. Да, и мы давайте с вами вот эти награды в ручек и в ручек. Значит, вот таким дипломом подрождается ли они? Надеюсь, что вы... Да, 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 ну как же, мне подъединиться с вашей. Все, я готова обрабатываться. Хорошо. Мы будем ждать. Зеленого, Светлана, по-другому. Да, мы будем ждать. Мы по-соседски мы живем с ней на одной улице. И дружим, да? Правда, Светлана? Спасибо вам за все. Кстати, Анар, ну пригласите нас, пожалуйста. Можно я тебе диктей? Вот у нас есть сегодня человек, о котором говорили. Валычев Анатолий Маркович. У него есть еще и вот такая награда, которую Василий Комитетич не включил. Ну, вот, мне кажется, мы имеем право на то, чтобы передать вам, или он к нам сюда приедет. Я бы полную ваши задания. Ну, вы знаете... Увидимся, мы не увидимся, но все-таки награду героя должно найти. Найдет. Леонид Михайлович. Прямо... Спасибо. Спасибо большое. Да, да. Дальше у нас идут участники конференции. Нет, вот давайте сначала идут с этим человеком. Он дает, наверное, у нас... О, как замечательно! Владимир Михайлович, Александр Михайлович. А, у вас. Вот вы, наверное, слышали, как мы сейчас ведем тут вопрос, обсуждаем темы, как мы хорошо выступали, какие мы все умные, грамотные. Мы хотим вам, вот, я не знаю, пока только показать, как мы вам передадим, я не знаю. У нас в администрации Граковецкого района в связи с 850... Я в городе. Очень ждет знак. 850 лет горховцу. Вот таким знаком, таким замечательным знаком. Можно я вам вот сюда повешу вот так вот? Доградайте с ним. А как вы награждаетесь дипломом? Дёня Владимир Александрович, кандидат химических наук, изобретатель за участие в третьем межрегиональной краеведческой конференции «Дела людей в величии России». Спасибо вам огромное. Нам было круто, очень круто. Спасибо. Мы постараемся найти возможность вам это как-то передать. А может быть, вы к нам приедете? Это мало, очень мало. Мало вероятных. Хорошо, мы подумаем. С вас передать, я думаю, мы будем думать, что-нибудь коммертируем. И решлю. Ну и дальше мы по всем остальным, кто у нас принял участие. Дипломом награждается Троицкий Александр Евгеньевич. Он, к сожалению, не дождался. Нам очень неудобно, поэтому мы и нервничали. Он не получил. Дипломом награждается Антон Динович Антонов Игоревич за участие, мы пострадали, я хочу всех ваших удовлетворительств, в чтении, привет, всех конференций. Спасибо вам большое. Вы очень надеялись. Дипломом награждается. Я по параграмме иду, вы поняли, да? Вы что ведут поступления? Шашкина, Белонатонна, я думаю, что нас заслужили демографию. А Белонатонна, спасибо вам, молодец. Всем спасибо. Да-да-да. Всем спасибо. Я очень трудно. Пылина Анастасия Сергеевна. Приятно видеть молодое поколение. Вы что умны? Спасибо, Анастасия. Успех. Малиновский Елена Александровна. Ваше предложение может быть. Спасибо. Здорово, Елена Михайловна. Спасибо большое. Гадарина Елена Михайловна. У меня там не было. У меня не было. Спасибо. Спасибо за праздниками. Спасибо за праздниками. Чесноковой Елена Юрьевна. Она у нас ушла. Ее не было. Так, на момент Полья Николаевна. Полья Николаевна старался объявлять меня. Спасибо. Спасибо. Алисанг Владимирович. Простите. 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 Спасибо вам огромное. Вы любите свой завод, которого, к сожалению, сегодня нет. Который ваш. Простите. И вот этот диплом я обучаю прям вот, как бы сказать, трепетом. Андрей, мне не пустит. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Если у вас есть вопросы, мы готовы к с вами. Если есть желание, остайтесь, вы говорите, Александр Владимирович, мы тоже. Пожарите. Давайте. Спасибо.